Добро пожаловать в сказку! Сегодня мы с вами прочтем сказку Александра Сергеевича Пушкина, которая называется «Сказка о рыбаке и рыбке». Не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки, чтобы я снимала новые интересные сказки. Жил старик со своей старухой у самого Синего моря. Они жили в ветхой землянке ровно 30 лет и 3 года. Старик ловил неводом рыбу, старуха прила свою пряжу. Вот раз он в море закинул невод и пришел невод с одной утиной. Он в другой раз закинул невод, пришел невод с травою морскую. В третий раз закинул он невод, пришел невод с одной рыбкой. С непростой рыбкой, золотою. Как взморится золотая рыбка? Голосом молви человечим, отпусти ты, старче, меня в море. Дорогой за себя дам откуп, откуплюсь чем только пожелаешь. Удивился старик, испугался. Он рыбачил 30 лет и 3 года и не слыхал, чтобы рыба говорила. Отпустил он золотую рыбку и сказал ей ласковое слово. Бог с тобой, золотая рыбка, твоего мне откупа не надо. Ступай себе в синее море и гуляй там себе на просторе. Воротился старик к старухе, рассказал ей великое чудо. Я сегодня поймал было рыбку, золотую рыбку, непростую. По-нашему рыбка говорила. Домой в море синее просилась, дорогой ценой откупалась. Откупалась чем только пожелаю. Не посмел я взять с нее выкуп. Так отпустил ее в синее море. Старика старуха забронила. Дурачина ты, простофиля! Не умел ты взять выкупа с рыбки, хоть бы взял с нее корыто, наша-то совсем раскололась. Вот пошел он к синему морю. Видит, море слегка разыгралось. Стал он крикать золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка, спросила. Чего тебе надо, старче? Ей с поклоном старик отвечает. Смилуйся, государыня рыбка, не дает старику мне покою, разбронила меня моя старуха. Надо бы на ей новое корыто, наша-то совсем раскололась. Отвечает золотая рыбка. Не печалься, ступай себе с Богом, будет вам новое корыто. Воротился старик к старухе. У старухи новое корыто. Еще пуще старуха бронится. Дурачина ты, простофиля! Выпросил дурачина корыто. А в корыте-то много ли корысти? Воротись, дурачина ты, к рыбке. Поклонись ей. Выпроси уж избу. Вот пошел он к синему морю. Помутилось осеннее море. Стал он кликать золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка, спросила. Чего тебе надо в настарче? Ей старик с поклоном отвечает. Смилуйся, государыня рыбка. И еще пуще старуха бронится. Не дает старику мне покою. Избу просит сварливая баба, Отвечает золотая рыбка. Не печалься, ступай себе с Богом. Так и быть, будет уж вам изба. Пошел он ко своей землянке. А землянке нет уж и следа. Перед ним изба со светелкой, С кирпичной беленой трубою, С дубовыми тесовыми вороты. Старуха сидит под окошком. На чем свет мужа ругает? Дурачина ты прямой, простофиля. Выпросил простофиля избу. Воротись, поклонись рыбке. Не хочу быть черной крестьянкой. Хочу быть столбовою дворянкой. Пошел старик к синему морю. Неспокойно, синее море. Стал он кликать золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка, спросила. Чего тебе надо, бнастарчи? Ей с поклоном старик отвечает. Смелуйся, государыня рыбка. Пуще прежнего старуха вздурилась. Не дает старику мне покою. Уж не хочет быть она крестьянкой. Хочет быть столбовою дворянкой, Отвечает золотая рыбка. Не печалься, вступай себе с Богом. Воротился старик к старухе. Что ж он видит? Высокий терем. На крыльце стоит его старуха, Дорогой соболей душегрейки. Порчевая на маковке кичка. Жемчуги огрузили шею. На руках золотые перстни, На ногах красные сапожки. Перед нею усердные слуги. И она бьет их, за чупрун таскает, Говорит старик своей старухе. Здравствуй, барыня, сударыня, дворянка. Чей теперь твоя душенька довольна? На него прикрикнула старуха. На конюшне служить его послала. Вот неделя, другая проходит. Еще пуще старуха вздурилась. Опять к рыбке старика посылает. Воротись, поклонись рыбке. Не хочу быть столбовою дворянкой. А хочу быть вольною царицей. Испугался старик, взмолился. Что ты, баба Белине, объелась? Не ступить, не молвить не умеешь. Насмешишь ты целое царство. Осердилась пуща старуха. По щеке ударила мужа. Как ты смеешь, мужик, Спорить со мною? Со мною? Дворянкой столбовою. Ступай к морю, говорят тебе честью. Не пойдешь? Поведут по неволе. Старичок отправился к морю. Почернело синее море. Стал он кликать золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка, спросила. Чего тебе надобно, старчи? Ей с поклоном старик отвечает. Смилуйся, государыня рыбка. Опять моя старуха бунтует. Уж не хочет она быть дворянкой, Хочет быть вольной у царицей. Отвечает золотая рыбка. Не печалься, ступай себе с Богом. Добро. Будет старуха царицей. Старичок к старухе воротился. Что ж? Пред ним царские палаты. В палатах видит свою старуху. За столом сидит она царицей. Служат ей бояре да дворяне. Наливают ей заморские вина. Заедает она пряником печатным. В круг ее стоит грозная стража. На плечах топорики держат. Как увидел старик, испугался. В ноги старухе поклонился. Молвил. Здравствуй, грозная царица. Но теперь твоя душенька довольна. На него старуха не взглянула. Лишь сочей прогнать его велела. Подбежали бояре и дворяне. Стариков за шею затолкали. А в дверях-то стража подбежала. Топорами чуть не изрубила. А народ-то над ним насмехался. По делам тебе, старый, невежа. Впредь тебе, невежа наука. Не садись, а не в свои сани. Вот неделя, другая проходит. Еще пуще старуха вздурилась. Царь дворцев за мужем посылает. Отыскали старика, привели к ней. Говорит старику старуха. Воротись, поклонись о рыбке. Не хочу быть больною царицей. Хочу быть владычицей морскою, Чтобы жить мне в океане море, Чтоб служила мне рыбка золотая. И была б у меня на посылках. Старик не осмелился перечить. Не дерзнул поперек ни слова. Вот идет он к синему морю, Видит на море черная буря. Так и вздулись седые волны, Так и ходят, так воем и воют. Стал он кликать золотую рыбку, Пригнула к нему рыбка, спросила, Чего тебе надо, мастарчи? И старик с поклоном отвечает, Смилуйся, государыня рыбка. Что мне делать с проклятою бабой? Уж не хочет быть она царицей, Хочет быть владычицей морскою, Чтобы жить ей в океане море, Чтоб ты сама ей служила, И была б у нее на посылках. Ничего не спазала рыбка, Лишь хвостом по воде плеснула И ушла в глубокое море. Долго у моря ждал он ответа, Не дождался, к старухе воротился. Глядь, пред ним землянка, На пороге сидит его старуха, А пред нею разбитая корыта. Вот и сказке конец. А кто слушал, молодец!